Привет, мои хорошие! С вами Провансалочка. У меня сегодня будет завтрак. Сегодня понедельник, и я решила немножко посчитать, что я ем, какие там калории в этих продуктах и так далее, потому что я поправляюсь с этими праздниками летними, с этими выходами, с этими семейными традициями и так далее. Поэтому сегодня у меня три ложки овсянки на воде с щепоточкой цветочной соли и чайной ложечкой вот такого вот масла кунжута. Овсянка с кунжутным маслом это для меня лично это самое вкусное сочетание. Вот я запарила буквально три ложечки, это 30 граммов вот такой обычной биологической овсянки. Дальше у меня проверяла, мы купили целый как бы ящичек персиков, у меня три персичка немножко подгнили, вот я их почистила, то есть вот тут у меня остатки от трех персиков. Вот посмотрите какая красота, да? И потом я выпью чашечку вот такого вот цикория своего натурального, и вот все с завтраком покончим. Что буду есть на обед тоже сегодня сниму. Короче я начинаю немножечко сбрасывать вес и у меня на этой неделе опять большой праздник, праздник опять будут друзья, поэтому друзья мои хорошо иметь друзей, хорошо с ними встречаться, но как же кушать то, чтобы нас не разносило это большой вопрос. А вы как это делаете? Я нахожусь сейчас возле медицинского центра, мы сюда приехали с мужем к врачу, нам нужно выписать лекарства, ему свои, мне свои. Лето у нас сейчас как бы идёт замещение нашего врача, такая девочка молодая попросила, она мне выписала все мои лекарства, которые мне нужны были. Вот такой вот списочек, посмотрите, раз, два, три, четыре, пять, пять названий. Вот мы сейчас перейдём чисто вот сюда вот в аптеку, мы там зарегистрированы и по нашей страховке вот у мужа будут таблетки для понижения давления, а у меня здесь будет от моих приливов, потом я попросила у неё массе завиакса, потом я попросила у неё что-нибудь от боли, далипран и какой-нибудь от боли в костях, потому что иногда от перепадов давления у меня болят немножко суставы. Вот так как у нас хорошая страховка с мужем, то есть мы ничего не будем платить, все за нас заплатит наша страховка. Здесь у доктора, кстати, я заплатила 25 евро и это нам все рамбурсируется. По-моему, там страховая компания оставит себе и заведет 2 евро. То есть 2 евро уйдёт, я не знаю, как они там распределяют между врачом и страховкой. Вот, то есть 20 евро нам вернут обратно на карточку. То есть здесь мы платим, а уже вот когда пойдем в аптеку, мы уже ничего там платить не будем. Бывают медикаменты, конечно, которые не рамбурсируются, то есть не возвращают деньги, но в основной массе это все нам возвращается так же, как и визиты к врачу. Специалисты хуже, конечно, рамбурсируются, то есть там, если бы мы пошли к кардиологу, если бы мы пошли к невропатологу, если бы мы пошли к кожному врачу, то нам бы там, конечно, допустим, из-за консультации 70 евро нам бы вернули бы только, допустим, 50 евро. То есть врачи у нас очень дорогие. Специалисты, я имею ввиду. А вообще, скажем так, что в плане того, что медицина во Франции бесплатная, ну как это бесплатная? Она, возможно, бесплатная для совсем малоимущих и для нас она практически бесплатная, потому что у нас страховка, но страховку мы платим, естественно, надо же брать страховку, поэтому можно сказать, что бесплатно, да. Короче, муж побежал в этот дистрибьютор снимать деньги, а я тут сижу в машине, купила себе новый журнал. Вот это вот моя система, вот врачер, на которой я время от времени худею или поддерживаю себя в форме. Вот, купила новый журнальчик сегодня. И, может быть, что-то найду, какой-то рецепт интересный поделюсь с вами. Посмотрите, какие красивые картиночки. Всякие тут. Тут у нас есть такая, знаете, группа продуктов, которые по этой системе ноль. То есть мы считаем, вот у меня, допустим, 24 пункта за день я могу скушать, да, а есть продукты, которые ноль. То есть вот ты делаешь салат, там, допустим, зеленый огурец, помидор, лук свежий. Если ты сбрызгиваешь это лимонным соком и посыпаешь солью, то есть ты это скушал, а считается только ноль всего лишь. Вот, конечно же, не нужно сделать тазик такого салата, естественно. У них очень много рецептов всякой выпечки сладкой. Потому что все люди, которые склонны, как бы, к набиранию веса, да, все любят сладости. Вот у них очень-очень много всяких рецептов выпечки. Скажу честно, что меня это не очень интересует, потому что я сластеная, но я не люблю делать десерты. Потом они показывают фотографии женщин. Это вот она, понимаете, вот она похудела на 16 килограмм, попала на жена, как говорится, в журнал. Вот почему же они меня не взяли, когда я на 19,50, на 19,500 похудела? Вот, посмотрите, вот их потом приглашают на фотосессию, смотрите, как их одевают. Конечно же, девочки, когда мы теряем вес, нам хочется тогда уже и одеваться, и причесываться, и одевать какие-то красивые купальники, и все такое. Ну, это вот такое вот отступление от вашей промышленности, потому что я в данный момент, я набрала, я сбросила 4,5 килограмма, и я набрала все 4. Вот, осталось набрать только 500 грамм, поэтому, чтобы их не набирать, я сейчас опять быстренько-быстренько беру себя в руки, и начинаю себя немножечко, как бы, контролировать в том, что ем. Вот так вот я вам рассказала немножко, показала, скажите, что вы думаете. Вот, потом здесь очень много вот всяких советов, как за собой ухаживать, они будут много чего. Вот, короче, друзья мои, может быть, вам это не интересно, но так как я решила делиться с вами своей жизнью, я вот вам показываю, какие журналы я читаю. Вообще, у меня, конечно, на эту тему, вот, в Ачер, у меня очень много книг, я уже давно вам обещала сделать какой-нибудь обзор, но, друзья, девчонки, наверное, это все будет уже на осень, потому что у меня просто физически не хватает силы. Вот сейчас я вышла от врача, у меня давление 60 на 90, на 60, это поэтому я себя чувствую так немножко фиговато, скажем так. Я все списываю на жару, ну, наверное, наверное, а может быть, потому что я прекратила пить кофе, а пью цикорий. Вот, хороший вопрос. Ладно, будем разбираться, пока-пока, всех целую, будьте красивыми и стройными. Я решила вам сделать обзор моих небольших покупок, посылочка тут пришла мне еще одна. Вот кто меня научит разделывать вот эти вот спирали на две, тому я не знаю, что придется высадить мешочек лаванды. Но это просто какая-то катастрофа. Вот весь смысл в том, чтобы вот разъединить вот эти штучки, да, потому что нельзя сломать вот эту головку, потом не за что зацепить будет. Короче, это просто нечто, я не понимаю. Иногда они у меня сами по себе разойдутся и все. Оп-ля, о, смотрите, почти получилось. А дальше как? Ну, это же просто какая-то катастрофа. О, смотрите. Вот, короче, хочу вам сделать небольшой обзор. Сейчас только зажгу я себе эту спиральку, комары заедаю. В итоге у меня вот за это лето, это вот у меня три вида этих спиралей было. И хочу сказать, что один вид у меня уже коробочки не осталось. А вот между двумя другими, хочу сказать, что реально есть разница. Сейчас покажу, какие. Реально, посмотрите, девочки, я вам уже не раз показывала свою вот эту штучку. Она сверху накрывается крышечкой, но я сейчас уже не накрываю, потому что комару много, пускай лучше выходит. Мы когда покупали вот эту вот такую, да, вот эту посудинку для этих спиралей, там вместе были сразу 10 спиралей. Они были вот такие вот. Вот этот вот Nixus. Вы знаете, они мне не нравятся, потому что они очень быстро сгорают. Очень. Какие-то тоненькие. Вот. Они идут с Citroen, вот видите, со специальной вставочкой. А у меня с прошлого года есть вот такой кач. У нас было столько комаров позапрошлым году, что я потом целый сезон и было, как бы не было в продаже в середине лет этих спиралей. А в принципе здесь спирали, когда ты за столом кушаешь, когда гости, вот это единственное, что может спасти большое количество людей одним махом. И вот они, видите, типа с запахом герани, герани, да. И вот они такие потолще. Это вот те, которые я сейчас только что разнимала. И вот они мне больше нравятся. И они не так быстро сгорают. Поэтому если вот вы увидите в магазине вот этот вот кач, вот я просто хочу сказать по себе. Они есть просто натуральные, вот есть герани. Там еще, по-моему, какой-то сейчас запах лаванды что ли вышел, не знаю. Вот это вот хорошее качество. Можете брать и пользоваться, потому что укусы комаров плохо. Дальше. Мы же сегодня были у врача. Я вам там показывала, да. Я попросила, чтобы он не выписал. У нас была замещала нашего педя... Кого? Как он у нас называется? Участкового. Вот я попросила, чтобы не выписали. Делепран. Делепран это у них вообще по нации от всего. От всех боли, от головы там, от температуры. И я попросила вот этот вот что-нибудь с кадеином. Вот она мне выписала две упаковочки. Здесь по 16 штучек. Я говорила, что это все мне рамбурсируется. То есть я не заплатила ни одной копейки. То же самое. Вот ацикловир. Это как завиракс. Но ацикловир, это как бы наши французские производители делают. Вот это вот Милан. Вот эта вот фирма. Это вот как называются у нас медикаменты женерики. То есть сделанные в стране. Тоже я ничего не платила. Если бы я взяла Завиракс. Именно Завиракс. Я бы заплатила там 10 с лишним евро. И потом надо было эту фактуру отсылать нам в секрете социале. То есть нашу страховку, чтобы не возвращали. Ну зачем? Она работает одинаково. И вот этот вот Валасикловир, это тоже. Это Золитрекс. Это как бы Золитрекс импортный. Я не знаю какой страны. И вот французский. Это вот Валасикловир. Тоже я не плачу ничего. Причем мне очень выгодно ходить именно в эту аптеку. Потому что мне выписали на 6 месяцев по 30 таблеток в месяц. А они мне дают, видите, 42 таблеточки в одной упаковке. И 12 таблеток вообще на халяву, как говорится. А это много с моими проблемами. Потому что я очень чувствительна на все ветра, сквозняки и так далее. У меня частенько я страдаю от герпеса. Вот. Поэтому этим я спасаюсь. Только я услышала, что у меня там зачесалась губа. Быстренько-быстренько. И все это проходит. То есть вот в этом плане, конечно, французская страховка работает очень хорошо. И муж принимает по одной таблетке каждое утро для понижения давления. Выписали ему когда-то. У него там было немножко повышенное давление. У меня сегодня давление было 90 на 60. Представьте себе. Теперь я понимаю, почему я такая уставшая. Ну, всему причина жара, как я говорю. Вот. Тоже муж ничего не платит. То есть как? Это все нам оплачивает наша страховка медицинская. Вот. Дальше. Сегодня мы лечили свою собаку. Надо было, конечно, снять. Но я до этого не додумалась. Потому что Мега впервые отказалась есть что-нибудь. Вот эта вот таблетка противоглистовая. Она там вот от этих глистов каких-то круглых и каких-то плоских. Для собак больше 17,5 килограмм. Там всего бы две таблеточки. Заплатили мы 20 евро. 19, по-моему, 50 или 19,90. Здесь курс. Вот такая вот таблетка. Вот видите, вот размером с ноготь мой, да? Достаточно жесткая. И вот здесь вот написано, что одна таблетка для собаки 35 килограмм. И потом вот ее можно поделить, если она там меньше весит. И как бы двойную дозу, если это для больших-больших собак. Вот. Поэтому наша Мега одна. И курс нужно повторить через 4-6 месяцев. Послушайте, цирк. Мы когда брали у ветеринара таблетки, то есть у самого ветеринара. Это мы купили сегодня в аптеке. Там была такая огромнейшая таблетка. Вот такого вот размера где-то. И Мега ее съела у нас на глазах. Представляете? Эту таблетку я не смогла в нее запихнуть. Она ее засунула в рот. Она ее начала... Я ее зажимала в рот. Она ни за что ее не проглотила. Вот. Пришлось открыть йогурт. Положить туда половинку. Она там кое-как лизала. Короче, мы ее дали ей все вырезать. Она все съела в конце концов. Заработала себе йогурт дополнительный. А Меги. Вот. Поэтому мы настрадались. Но самое главное, что она ее проглотила. Самое главное, что она ее проглотила. Вот. И потому что она немножечко страдала. Я смотрю, там она что-то своей попкой по земле тягалась в последнее время. А это у меня остались вот такие вот пипеточки. Но когда она еще была маленькой. От этих, как их называют, которые их кусают? Блохи. Блохи, что ли? Да. Блохи. И они как? Они тут идут против клещей и против блох. Ну, это для маленькой собаки. Но, тем не менее, это осталось. Я тоже использую. Сейчас у нее ошейник. Мы его когда снимем, я ее все равно капну. Вот это совсем для щенков-щенков. Поэтому, может быть, я сразу и две этих капсулки и выдавлю. Так. Это что касается наших медикаментов, моих и собачьих. Гранулы, гомеопатию от моих приливов. Это белодонный, вот этот амелиум, нитрозиум. Вот, мне немножко помогает. Поэтому я прошу, они мне выписывают. Мне тоже это все рамбурсируется. Не хватило у нее несколько тюбичков. Это не все. Это у меня как бы запасы. А мне сегодня, вот я взяла в аптеке, вот на резиночках. Было три только таких у них и четыре белодонны. И вот муж поедет за своими таблетками через день и заберет мои недоставшиеся. Привезут. То есть нам заказали их. Я храню в такой красивой коробочке, представляете? От мармелада. Значит так. Все, разобрались лекарствами. Посмотрите. Я вчера сняла свои ногти гелевые. Это у меня как бы обычное кальциевое вот это покрытие. Видите, остался небольшой след на ногте. Вон от геля. Ну я считаю, это не критично. И вот я вчера, когда снимала, я же еще не знала, буду я заново покрывать этот раз гелем или нет. Они это вот еще с гелем, вот эти вот как бы отростки. Относила их ровно семь недель. Не было ни одного откола. Очень удачный гель я привезла себе из Беларуси. Какой-то тоже типа там биологический. Попробую порастить. Потому что я уже третий месяц принимаю вот эти вот капсулки. Вот этот Форкапил. Он не очень дорогой. И у него, я как-то очень давно показывала, но естественно, вы все не видели, кто меня смотрит. Там вот такие вот, посмотрите, обычные. Это добавочка, да, как бы пищевая. И утром я принимаю по две капсулы. Это курс на четыре месяца. Кроме того, что здесь ногти, здесь еще и волосы. Вот, то есть волосы будут блестеть, ногти больше не будут слоиться. Как-то несколько лет назад я принимала этот курс. Причем здесь на четыре месяца рассчитан этот курс. А я платила только за три месяца. Четвертая упаковка, третья таблеточек была бесплатная. Вот, поэтому если у вас в аптеке есть такие Форкапилы, вот этой вот марочки. Ой, прошу прощения, что-то у меня тут упало. Девочки, покупайте смело. Работают очень хорошо. И волосы на самом деле, они становятся, не то что они гуще не могут стать, толще они становятся, да? Вот, вы все видели, я часто вам показываю свои волосы. То есть волосы растут прекрасно, они прекращают падать. Они действительно приобретают какую-то такую эластичность, что ли, в то же время они блестящие. Вот там есть цинк, витамин D, какой-то биотин. Дальше, что там? Какой-то комплекс витаминный, значит, B. Цистин какой-то и метионин. Вот, кто понимает в этом, пожалуйста, смотрите, вот они пишут курс, две капсулы в день. Поэтому вот Форкапил, девочки, вес и вес. А сейчас у вас очень много. Это у нас, он стоит 3 месяца, 4 бесплатно. Это все продается в одной упаковке. То есть вот эта баночка на 3 месяца, а баночка была на 30, я уже ее выбросила. И я платила где-то 21 евро, по-моему. Дальше. Продолжаем мою историю с масками. Сегодня я получила альгинатные маски. Это вот у меня на 4 курса альгинатных масочек. Здесь в каждой упаковочке по 25 грамм. Разводить нужно будет с 90 миллилитрами воды. Я обязательно вам покажу, как я это буду делать. Я вообще под впечатление от альгинатных масок, вот как я хожу к своему косметологу, это нечто. Это, конечно, лицо сразу становится такой напойной водичкой, становится такой упругой, классной. Поэтому вот я буду делать. Я обязательно вам сниму. И никогда сама не делала. Поэтому я сейчас немножко поизучаю, как это делается. И здесь очень хороший состав. Все написано на немецком языке. Ну, вы знаете, аж какая нам разница, немецкая, английская, французская, правда. Я вижу, что там есть спирудина, максима, ламинария и диджитата какая-то. Потом альгин. Вот какой-то парфюм от... От кого парфюм? Там что-то у меня камера немножечко... Парфюм лилии. Лилии. Ну вот, послушайте. Я ее сделаю и расскажу вам. Я хотела, чтобы мне муж ее нанес. Ну, я посмотрела уже несколько видео. Мне кажется, я и самосправлюсь. Единственное, что нужно найти мне шпатель. Чем наносить, кое-кто наносит руками. Ну, я не знаю. Посмотрим. Вот, четыре курса. То есть, раз в неделю, в течение месяца я это сделаю. Если мне понравится... Ну, я вот забирала последний экземпляр. Если мне понравится, я тогда закажу еще. Вообще, во Франции очень сложно это купить. Я думаю, что они работают вот, ну, на косметологические кабинеты, вообще в свободной продаже. Я никогда лично сама не видела этой пудры. Это я купила на Амазоне. Вот, а видела, что в России у вас это все продается. Надо будет сказать дочери, чтобы она мне посмотрела. И получила еще одну масочку. Я бы ее и не заказывала. Но чтобы не платить доставку, мне нужно было... Вот это я заплатила 19,80 за четыре маски. Мне нужно было доложить в корзину на 25 евро. И я положила вот эту вот маску. Она была чуть-чуть там уценена, я не знаю. Вот, смотрите, здесь, короче, огурец и миндаль. Вот, это маска, которая будет сниматься такая, как пленочкой. На французском она называется Pelle-Off. На русском, честно вам скажу, не знаю. Поэтому тоже я посмотрю, как она работает. И тоже, возможно, сделаю с вами и расскажу вам. Вот. Так что у меня еще две новых маски. Боже мой, я, кажется, вообще не собралась никогда в жизни стареть. И это правильно. Дальше сейчас я буду заниматься овощами, то есть кабачками и баклажанами, которые у меня в холодильнике уже начали вянуть. Поэтому я еще не приняла решение, каким образом я буду делать. Но что бы я ни сделала, я потом буду вот в такие мешочки упаковывать. Это у меня маленькие размеры, вот таких вот, видите, в закрывашечках на молниях. А это вот на вакуумные такая тоже упаковочка на зипах по-французски. Вот у меня есть два размера побольше. Вот этот вот побольше. Они, вот посмотрите, они показывают, что мы туда даже можем телефон положить, то есть можно закрыть, и он в воде, видите. То есть он не будет пропускать абсолютно воздуха и так далее. Вот здесь, видите, тоже вон орешки, чтобы там никакая бяка не залезла, похоже. Моль не завелась, да. Короче, они не только пищевые, но еще они так и написаны. Посмотрите, мульти-мульти-юзажи. И вот видите значок самолета, вот. Это то, что нам разрешается в самолет, когда мы заходим, да. Если у нас есть какой-то макияж, зубная паста и так далее, вот именно эти мешочки тоже для этого подходят. Так, у нас гремит гром, тут обещают, прям у нас четверг какие-то тут даже не хотелось бы. А это вот именно мешочки для заморозки, они такие даже проткнуты немножечко. Такие, знаешь, как иголочки, у них маленькие дырочки есть, такие, типа, когда ты зажимаешь, чтобы воздух лишний выходил. Я в том году использовала, очень хороший, но у меня, к сожалению, только большие пакеты на 3 литра, поэтому я не знаю, будут ли, может быть, да, кабачки. Вот, короче, вот такие вот у меня мешочки, девочки. Так, и последнее, что я вам, я вам начала уже показывать обзор моих новых журналов и книг. Посмотрите, я купила, значит, вот этот ватвачер я уже вам быстренько показала, да. Вот, здесь много чего интересного, естественно, что я еще все не посмотрела. Здесь можно и моду красивую тоже, вот эти вот очень красивые платья. Ну, друзья мои, я не вложу ни в одно, то есть мне нужно худеть под эти платья, они же хлопчатобумажные, для них не влезешь. Ну, вот поэтому они показывают и моду, и показывают тут и купальники, и показывают вот масочки тоже, вот посмотрите. Вот, кстати, я только что об этом говорила, да, то есть средства по уходу за лицом. Вообще во Франции я очень мало встречаю какой-нибудь литературы, книжки или журналы, где показывают маски, которые мы можем изготовить сами на дому. То есть у них больше все-таки реклама уже готовых масок, которые проверены как бы всеми ГОСТами, ГОСТами. Ну, не знаю, как там называется. Вот видите, пожалуйста, вот у нас вот целая страница, две страницы. У биржины это баклажаны, у куржеты это кабачки. И вот тут всякие разные рецепты. Я посмотрю еще, может быть, что-то мне понравится. Вон салатики, видите, вот их обжариваю сначала на гриле без масла, потом добавляют маленькие томаты чили, салатик зеленый. Вот я смотрю, сельдерей, это не петрушка, это сельдерей. Ну вот, потом всякие такие вот руляды, короче, девочки. Вот этот вот вачер, я просто разленилась. Но вообще, на самом деле, это просто кладезь какой-то идеи. И все блюда оформляются очень красиво. Посмотрите, какая красота. Вон немножко риса, авокадо. Это, наверное, салат Маш. Там вот пуашиша, то есть турецкий горох. Здесь то же самое с кусочком. Это из колоб свиной даже. Вот ты, боже мой. Вот посмотрите, эти запеченные помидорки всякие маленькие. Короче, я буду немножечко изучать. Вот хумус есть, тоже некалорийный. Поэтому, знаете, вот идей много. Я специально сегодня сказала мужу после врача, говорю, вези меня. Вышел новый журнал, мы ездили специально в киоск. Потому что их не везде продают в киосках, а заказывают на сайте, на котором я подписана. Это дорого. У них дорогая доставка 10 евро. Поэтому не выгоднее, конечно, один журнал купить, съездить куда-то. И вот даже какие-то тут мороженые делают. Но это все, наверное, самодельное. Я этим не занимаюсь. Вот такие вот, друзья мои. Вот этот вот соус, вот этот китайский, да. Вот, это вообще панацея для всех блюд. Для тех, кто худеет. Поэтому вот такие дела. Ну, конечно, одна подача представляется. Вот ты просто хочешь это сделать, и ты просто хочешь это съесть. И все это не калорийно. Если ты соблюдаешь, видите, вот везде обязательно мы должны соблюдать порции. Поэтому вот такой замечательный сегодня журнальчик я купила. У меня их очень много из прошлого года тоже. Я как бы их собираю. Я вообще, я очень люблю это. Было бы побольше места, я бы заполонила весь дом журналами. И вот такую книжечку я себе взяла. Ну, она может быть даже и бесполезная. Называется «Аперитив динатуар». Что такое «Аперитив динатуар»? Это когда мы приглашаем. Это типа шведского стола. То есть мы готовим всякие штучки, дрючки. То есть это когда вы не готовите большие блюда. И все это вот как бы выкладывается на стол. Каждый подходит, каждый там чего-то берет. И здесь очень много прохладительных коктейлей. Вот, поэтому я, видите, я тоже вот хочу сказать, что я не очень люблю коктейли, если они сладкие. Смотрите, всякие торта, деточки, всякие. Вот это вот шампиньоны фарси. Я когда-то очень давно показывала, еще ничего не делала. Но вы понимаете, лето, как бы ничего не готовится сильно, сил нет. Смотрите, какие красивые тостики. Вот почему бы их не сделать? Вот эти вот, смотрите, а вот это вот суп из каштанов. Так, это что? Это называется «Эмпанадас» с этим, с тунцом. Дальше, вот эти вот очень я люблю. Они так и называются. Так и называются. «Petite rose, feuillette, à la poire, au roquefort et au noir». Это значит, что маленькие розочки из слоеного теста с грушей и голубым сыром roquefort. Представляете, какая прелесть, какая красота. А вот эта вот доска, какая красивая. Конечно, вот эти вот аксессуары, я даже где-то это видела. Но, девочка, это стоит, как мы говорим, все тюни-фуртюни. Это стоит дорого. И, конечно же, можно было бы потихонечку и покупать. Посмотрите, как представлено это все. Это же вообще, это же красотища, красотища. Поэтому поковыряюсь, посмотрите, видите, выпекается вот такой типа хлебушка. Он с сыром и с грецким орехом. И потом вот он так вот разрезается, представляете, вот так разрезаешь. И потом каждый приходит и зубочистка берет себе кусочек. Смотрите, вот эту доску я уже просто хочу. Так, надо будет найти. И вот такие вот замечательные блюда. Конечно, посмотрите, вот наши баклажаны. Какая прелесть. Это вот надо его запечь на гриле, этот баклажанчик. И потом вот там вот помидорчик лежит и мазарелла. Внутри это все как бы расплавляется. Много идей хороших, много идей. Вот эти вот маленькие буреточки, посмотрите. Это из кабачков, из фитой и из манта. Так, с мятой. Честно скажу, я не люблю фиту, но это можно заменить любым-любим сыром. Вот такую замечательную тоже княженцу я сегодня приобрела. И очень довольна, потому что даже вот просто я, когда вот это все трогаю, вот эстетически, я говорю, мне уже вот просто я потрогала. Мне кажется, что я уже прикоснулась ко всей этой красоте. И очень много, конечно, идей подачи. И вообще вот коктейли здесь. Стоит эта книжка 5,80. 5,80. А журнальчик, он стоит 3,50. Все, девочки мои дорогие, друзья, кто меня смотрел, всем большое спасибо. К сожалению, мои обзоры немножко всегда длинные. Но только потому, что я хочу вам хотя бы по минимуму объяснить, что и как. Если я делаю какой-то обзор, то вам обо всем рассказать более подробно. И если я где-то что-то упущу, значит, вы мне, пожалуйста, задайте вопрос. Поэтому я сделала отступление, что я люблю развернутые обзоры. Если уж показываю, значит, нужно и объяснять. Всем всего доброго. Меня зовут Провансалочка. Если вы не подписаны еще на мой канал, подпишитесь. Не забудьте поставить лайк. Я буду очень довольна и благодарна вам. Поэтому до скорого нового обзора. Ваша Провансалочка. Дорогие друзья, я предлагаю вам дождаться последней третьей части нашей прогулки в Ильсу-Ля-Сорге. Она будет достаточно длинной, поэтому я не успеваю вам сегодня ее с утра показать. Возможно, это будет вечером или завтра утром. Поэтому дождитесь этого выпуска. Это будет тоже очень интересно, красочно и весело. И спасибо вам всем большое за ваши подписки, за ваши комментарии и за то, что вы со мной. С уважением и с любовью, Ваша Провансалочка. Оставайтесь со мной. Будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok